Выразить свое мнение о дальнейшей судьбе города собрались больше 170 человек. Согласно новому уставу, Самара наделена статусом городского округа с внутригородским делением. Устав необходимо привести в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Высказать свое мнение и предложение на публичных слушаниях мог каждый. При таких изменениях жителям придется ответственнее относиться к выборам депутатов, которые являются их представителями. Я считаю, что гражданам необходимо самим стать активнее и настойчивее предлагать муниципальной власти свои инициативы. Созданные на земле советы помогут не только компетентно определять приоритеты в дальнейшем развитии территории, но и обеспечивать действенный контроль над расходованием средств местной администрации. Вносятся изменения и в структуру органов местного самоуправления. Городская дума будет состоять из 41 депутата, которые будут избираться из числа депутатов внутри городских районов. Главой города станет глава администрации Самары. Его будет выбирать дума из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет. После часового обсуждения большинство участников публичных слушаний одобрили изменения в устав. Изменения в устав, которые были внесены, они соответствуют тем изменениям, которые были на федеральном уровне. Теперь устав поступит на рассмотрение в комитет по местному самоуправлению и на пленарное заседание думы. Алина Чемерис, Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.